МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. И мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звуки баяна, аккордеона и гармонии. В Самаре прошел галоконцерт Всероссийского фестиваля Душа баяна. Сегодня в Самарской области начались выборы губернатора, а в отдельных муниципалитетах депутатов представительные органы власти. Жители региона могут проголосовать в любое с трех дней до воскресенья. Узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий можно на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области. Там же подвели первые итоги голосования. Явка на 15 часов составила 16,59%. Традиционно наиболее активны сельские поселения. Но и в Самаре в утренние часы на избирательных участках наблюдался наплыв желающих отдать свой голос. Какие еще особенности первого дня голосования отметили в областном избиркоме, расскажем далее. 1752 избирательных участка открыли свои двери в Самарской области в первый день голосования. Один из них – временный УИК в аэропорту Курумыч. 15 избирательных участков добавятся в воскресенье – последний день голосования. Они разместятся в лечебных учреждениях области. Мы отмечаем, как всегда, более активное поведение избирателей в сельских районах. Там традиционно явка выше и в первые часы она уже была отмечена и наблюдателями, и членами участковой комиссии. В городе с утра тоже отмечалось даже. Я сам проезжал несколько участков. Я видел, что на некоторых участках за час до 50 избирателей уже посетили избирательный участок. В дни голосования в регионе работает член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Екатерина Сморода. Она вошла в состав мониторинговой рабочей группы, призванной наблюдать за ходом избирательного процесса в области. Эксперт отметила высокую активность в регионе независимых общественных наблюдателей. Очень радует, что в Самарской области очень активно работают общественные наблюдатели, наряду с представителями политических партий. Более 1140 человек работают в качестве волонтеров, в качестве общественных наблюдателей, для того, чтобы избирательный процесс проходил максимально открыто, максимально прозрачно. И для того, чтобы выборы могли считаться абсолютно легитимными, должна быть вот такая объективная независимая оценка. В дни голосования 6, 7, 8 сентября избирательные участки в Самарской области будут работать с 8 утра до 20.00. Галина Топилина, Валерий Майоров, События. Одним из первых свой выбор сделал временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Вместе с супругом проголосовал на участке в Самарском университете имени Королева. Вячеслав Федорищев отметил, принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя области. Выборы – это тот период, в который мы принимаем решение о судьбе нашего региона. Каждому необходимо прийти, проголосовать, проголосовать за курс, который мы будем в нашем регионе видеть в ближайшие 5 лет. У нас много кандидатов, замечательная программа у всех, поэтому у всех есть возможность принять свое решение. Всего в регионе действует 1751 избирательный участок. Одно из первых свое право проголосовать реализовала и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. Члены участковой избирательной комиссии номер 3349 на своем рабочем посту уже с 7 утра. Необходимо подготовить участок, чтобы жители смогли спокойно проголосовать. Сначала готовят бюллетени, затем опечатывают урны, как стационарные, так и переносные, с которыми пойдут в гости к тем, кто запросил надомное голосование. Мы приглашаем всех на голосование, обязательно нужно оставить свой голос. И со своей стороны у нас все условия для этого созданы. А уже в 8 утра звучит гимн Российской Федерации, что означает «Участок официально открыт». Первым избирателем на участке стала глава Самары Елена Лапушкина. Она традиционно приходит именно к открытию. Мы отдаем свои голоса за губернатора Самарской области, человека, который будет в ближайшие 5 лет руководить нашим регионом, под чьим руководством будет развиваться наш регион. Законодательством предусмотрен трехдневный избирательный процесс. Отдать свой голос на выборах губернатора Самарской области можно будет с 8 утра до 8 вечера с 6 по 8 сентября. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В одном из корпусов Самарского политеха на избирательном участке 2903 проголосовал председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев. Габибулла Рабаданович считает, что выборы губернатора позволяют гражданам выразить свою позицию и принять участие в важных решениях, касающихся региона. Выборы губернатора – это самые важные выборы в регионе. От того, кого мы выберем, его компетенции, компетенции его команды зависит без всякого преувеличения наше будущее на ближайшие пять лет. Если мы хотим позитивные изменения, то мы должны к этому приложить определенные усилия, придя на голосование и выбрав того, кого считаем наиболее компетентным на этой должности. На избирательном участке 5052, расположенном в школе номер 3, также отдала свой голос Наталья Толстых, заслуженная учитель России, председатель Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара. Это важно, необходимо, во-первых, исполнить свой гражданский долг и право данной Конституции Российской Федерации участвовать в выборах и выбирать. Отдавая свой голос, я считаю, что я приобретаю еще и моральное право спрашивать с тех, кого я выбираю. И вот этим, на мой взгляд, отличается позиция гражданина активного от равнодушия человека. Каждый голос важен, и мой в том числе, потому что я всегда верю в лучшее. В Самаре открылся Центр общественного наблюдения за выборами. Сюда централизованно поступает картинка со всех видеокамер, установленных на избирательных участках Самарской области. И обученные специалисты следят за ситуацией в режиме реального времени. Их работу курируют члены регионального штаба по независимому наблюдению за выборами. Как организован процесс, увидела наша съемочная группа. Для Валерии Красильниковой это вторые выборы в роли общественного наблюдателя. В этом году она уже следила по видео за ходом голосования на выборах президента России. Девушка учится на факультете государственного и муниципального управления, поэтому уверена, что этот опыт будет очень полезен в ее будущей профессии. Просто нравится, так скажем, погружаться в эту всю атмосферу. Намного больше понимаешь, как весь процесс избирательный идет. Ну вот как-то хочется тоже в это все влиться. Информация с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках Самарской области, поступает на мониторы в региональный штаб общественного независимого наблюдения за выборами. Здесь на большом экране с постоянной сменой в случайном порядке показывают ситуацию на 36 участках. Также есть отдельные мониторы для наблюдателей, которые могут подключиться к любой камере и в индивидуальном порядке оценивать происходящее в прямом эфире. Также ведется запись, чтобы при обращении граждан просмотреть возникший спорный вопрос. Процесс видеонаблюдения, одна из его основных задач заключается в том, чтобы фиксировать любые нарушения, обращения, и любой гражданин, и избиратель, и тем более наблюдатель. Если возникают какие-то вопросы, которые требуют внимания, юридической оценки, естественно, вся информация поступает в штаб. И здесь у нас есть профессиональные юристы, которые дают оценку и оперативно реагируют. Открытие такого центра – только один из многих шагов штаба для обеспечения легитимности выборного процесса. Помимо специалистов в центре, независимые наблюдатели, направленные от региональной общественной палаты, также работают и лично на всех избирательных участках. Была проведена и огромная подготовительная работа самих учреждений, где расположены участковые комиссии. Совместно с избиркомом, областными и городскими властями, а также общественниками. Мы вообще стремились к тому, чтобы обстановка была праздничной, в общем, такой. Участки приводились в порядок, территории перед участками приводились в порядок. Мы сейчас уверены, что для абсолютного большинства людей доступ на участки комфортен, и условия для голосования соответствуют тем нормам, которые существуют. Практику централизованного видеонаблюдения в Самарской области реализуют не в первый раз. Она уже получила высокую оценку на федеральном уровне. Этот центр, он показав свою эффективность, теперь мы его, конечно, стараемся все время применять. Мы, конечно, в первую очередь призываем прийти проголосовать. Мы вас увидим на этой стене, увидим, как вы воле изъявляете, и, конечно, реализовать свои конституционные права. А мы будем работать по линии общественного наблюдения. У нас это получается. Штаб видеонаблюдения расположился в здании центра «Мой бизнес» на Молдогвардейской. Здесь созданы все условия, чтобы картинка поступала на мониторы без перебоев и искажений в высоком качестве. Также на готове и технический персонал. Ребята, которые в данном случае занимаются наблюдением, студенты, они подготовлены очень хорошо к любым вызовам, как технологического характера, так и то, что называется вот этой методологией работы, которая позволяет им незамедлительно реагировать на любую ситуацию, которая может возникнуть. В центре есть отдельный монитор, куда выводят посты из соцсетей, которые наблюдатели или избиратели размещают на своих страницах. В них они также демонстрируют реальную ситуацию на избирательных участках, но уже со стороны участников этого процесса. Одна из основных задач, собственно, общественного наблюдения – это повышение открытости избирательного процесса. И, естественно, когда в наш век соцсети играет одну из ведущих информационных ролей, мы попросили наших наблюдателей, чтобы они максимально рассказывали про то, что они видят на избирательных участках. Ознакомился с работой штаба и председатель некоммерческой организации «Союз отцов Самарской области» Константин Доладов. Он в сопровождении своего сына уже успел проголосовать на участки, а затем приехал посмотреть, как организована работа по общественному контролю за ходом выборов. Придя сюда, оценили работу других участков, как это все зацифровано, как это все работает. В общем, произвело такое масштабное впечатление. И всех отцов Самарской области призывают обязательно прийти с детьми, проголосовать, проявить свою гражданскую позицию. Понаблюдать за работой штаба может любой гражданин. Для этого нужно прийти в Центр «Мой бизнес» на Молдогвардейской с паспортом. Центр общественного видеонаблюдения будет работать круглосуточно на протяжении всех дней голосования. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Мобильная группа общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами проверила работу избирательных участков. Оценили ход голосования и то, как организован весь процесс членами участковых избирательных комиссий. Все ли соответствует требованиям действующего законодательства на участках, по мнению членов общественного штаба, расскажем в нашем сюжете. Старшая по дому в Ленинском районе Самары Алла Ефимова считает своим гражданским долгом проголосовать на выборах губернатора. Я сама по себе человек обязательный, поэтому я всегда голосую. Как-то это очень, мне кажется, важно. Когда ты понимаешь, что это тебе нужно, и ты хочешь это, то зачем оттягивать на какой-то второй, третий день. На избирательном участке 2918 в школе номер 132 голосование проходит спокойно. Ажиотаж был утром, в момент открытия, рассказывает зампредседателя УИК Екатерина Трошина. Сегодня был наплыв, да. В 8 утра, прям много народу было. У нас прикреплено 2509 человек, но в среднем обычно явка 68, где-то 70%. То есть у нас хорошая посещаемость. Проверить, как организован процесс голосования на избирательном участке, приехали члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Пообщались с членами УИК, проверили соблюдение всех процедур в ходе голосования, осмотрели кабинки, узнали, поступали ли вопросы и предложения от голосующих. Планово осмотрели и другие избирательные участки. Номер 2904 в шестой школе и участок номер 2912 в библиотеке имени Крупской. Какое количество у вас примерно заявлений о голосовании на дамы? Пока где-то около 20, но у нас еще впереди еще 7-е число, 8-е заявления будут. То есть есть такие... Вы еще пока не выходили? Куда нуждаетесь? Нет, пока урна не было, собираем еще, дабы логистику правильно построить. По словам члена общественного штаба по независимому наблюдению Льва Долонько, голосование на выборах проходит в штатном режиме. Нарушений по результатам осмотра участков не зафиксировано. При этом, по его словам, в каждой новой избирательной кампании нарушений становится меньше, потому что все участники процесса учитывают предыдущий опыт. Существует трехсторонний так называемый протокол взаимодействия между общественной палатой Самарской области, уполномоченным по праву человека в Самарской области и избирательной комиссией, где мы договорились о том, что мы, что называется, в режиме онлайн обмениваемся информацией с тем, чтобы помочь избирательной системе проводить выборы в полном соответствии с действующими законодательствами. Если в ходе голосования поступит сигнал о нарушениях, общественные наблюдатели их отработают. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения первого самарского городоначальника Петра Алабина. Благодаря ему в губернской столице построили драматический театр, открыли зал имени Александра II при библиотеке Гротта, сегодня это музей имени Алабина, а также создали первый водопровод, который прекратил городские пожары. В честь юбилейной даты в Самаре прошла торжественная церемония гашения марки и открылась выставка, посвященная Петру Алабину. С подробностями Светлана Кудрявцева. Самара, Киров, Севастополь, Подольск и столица Болгарии София. Впервые пять городов объединились, чтобы в прямом эфире провести церемонию гашения марки. Она посвящена 200-летию со дня рождения выдающегося человека, государственного деятеля, воиной, патриота Петра Владимировича Алабина. С 1884 по 1889 год он занимал пост самарского городского головы. Мы должны защищать нашу историческую память. И такие люди, как Петр Алабин, конечно же, являются для нас примерами, символами патриотизма, мужества и людей к родине. И особенно хотел бы здесь отметить его роль и вклад в освобождение Болгарии, в становление независимости этой страны, ее культуры. Напомним, что Петр Алабин был инициатором создания интернационального движения в поддержку славянских народов во время войны с Турцией. В Самаре изготовили знамя, которое затем стало символом освобождения народа Болгарии от османского ига. Это знамя о самарской городской голова Ефим Кожевников и гласной Петр Алабин доставили болгарским ополченцам. После того, как Болгария обрела независимость, самарское знамя было награждено Высшим военным орденом за храбрость. А самарский гласный Петр Алабин стал первым гражданским губернатором Софии, столицы Болгарии. Именно Петр Алабин выстроил Софийскую муниципальную систему управления после русской войны. Встаем у стоков национальной библиотеки и музея. После возвращения в Самару Петр Алабин был избран городским головой и находился на этом по 105 лет. С именем Алабина связано строительство в Самаре городского водопровода, газового освещения, театра, музея, библиотеки, метеорологической станции, чугунолитейного завода, спичечной фабрики, паровой мельницы и множество других передовых предприятий того времени. Он сделал очень много для развития нашего родного города. Он сделал много сил, чтобы небольшой провинциальный город на Волге превратился в один из крупнейших посетических центров страны. Он действительно болел душой за благополучие самарских жителей. Но есть среди них он реализовал очень много значимых проектов, которые определили развитие города буквально на века. В честь двухсотлетия со дня рождения Петра Алабина в городах, которые связаны с жизнью этого выдающегося человека, прошло гашение памятной почтовой марки. На штемпеле для гашения указано число 6 сентября 2024 года. На почтовой марке изображен парадный портрет Петра Владимировича Алабина на фоне панорам городов Самары и Софии, почетным гражданином которых он был. Номинал почтовой марки 50 рублей, а тираж 90 тысяч экземпляров. Также в историко-краеведческом музее имени Алабина открылась выставка «Алабин. Семья. Россия», где представлены ранее неизвестные уникальные материалы, документы и фотографии, раскрывающие новые страницы и грани разносторонней деятельности Петра Алабина, истории его семьи и потомков. После осмотра выставки гости отправились к памятнику Петра Владимировича Алабина, который установлен на красноармейском спуске к Волге, чтобы возложить цветы и еще раз отдать дань уважения человеку, благодаря которому Самара во многом стала такой, какой мы ее теперь знаем. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. 7 и 8 сентября пройдет уникальный проект «Моя Самара». Это авторские экскурсии от известных людей, которые поделятся уникальными историческими фактами и наблюдениями. Экскурсии посвящены Дню города и направлены на сохранение исторических традиций города, его культурного и духовного наследия. Инга Пеннер, автор документального цикла «Неочевидная Самара», расскажет об улице Чапаевской, по которой любит гулять вечерами, а Сергей Филиппов – историю театров, оперного и драматического. Когда ты на ней оказываешься, есть полное ощущение, что ты на машине времени перенесся на 120 лет назад. Вот какая она была 120 лет назад, улица Чапаевская, она практически без изменений сохранилась. Там есть уникальные памятники архитектуры, два самых ранних памятника, Модерна, Самара считается столицей Модерна, но тем не менее самые такие главные ее особняки находятся на других улицах, они привлекают внимание туристов и путешественников, и гостей города, и, в принципе, жителей города. А на Чапаевской не менее, так скажем, интересная жемчужина архитектуры, но они вот такие немножко в цене. Мне кажется, вот эту историю от театра до театра пока никто не проводил. Все знают про площадь Куйбышева как место парадов, или место больших концертов. А на самом деле там много еще маленьких нюансов, которые мало кто помнит и мало кто слышал. Я думаю, что здесь просто, что самое интересное, это будет история двух театров от первого лица. Человек, который успел поработать и в театре оперы и балета, и сегодня с удовольствием работает в театре драмы. Поэтому это будет история театров, рассказанная их директором с его точки зрения. Записаться на экскурсии можно до 8 сентября с 10 утра до 20 часов по телефону, указанному на экране или на сайте городской администрации. Звуки баяна, аккордеона и гармонии. В Самаре прошел галоконцерт Всероссийского фестиваля «Душа баяна». Зрители увидели творческие номера, а затем и награждение победителей. Масштабный фестиваль в этом году охватил Приволжский, Дальневосточный, Сибирский округи и Краснодарский край. С каким настроением на сцену выходят артисты и как их встречают зрители, расскажет Полина Челюкова. Самые красивые девушки с самаре, Самые красивые девушки с самаре. Звуки баяна и веселые песни слышны еще до начала концерта. В зал гости заходят уже с хорошим настроением. Самарцев снова объединил всеми любимый Всероссийский фестиваль «Душа баяна». В программе гала-концерта награждение победителей, которых в этом году порядка 70. Ну и, конечно, творческие номера лучших из лучших. Танцы, игра на музыкальных инструментах, авторские песни, хор, чтение стихов. В этом году самарская область снова удивила новыми интересными исполнителями. Хотя вроде самарская область этим проектом, она как бы обласкана. Фестиваль прославляет всю нашу национальную культуру, многонациональной страны. Поэтому это важно, это нужно и необходимо. И слава богу, что мы сейчас к этому вернулись, и мы начинаем гордиться своим происхождением, гордиться своей страной, гордиться своими традициями, помнить и чтить свою историю. Яркие улыбки, выразительные взгляды и сильные голоса. Солистки народного ансамбля «Песни славятся» рассказывают, участвуют в фестивале с самого его начала, с 2018 года. Девушки вместе с гармонистом в этом году стали лауреатами первой степени в номинации «Авторская песня». На сцене исполнили песню «Русская». Мы очень его любим. За праздник, за душу. Реально, эта атмосфера очень приятная, дружественная. С воодушевлением, с надеждой на, наверное, еще большее творческое сотрудничество дальнейшее. И, конечно же, для нас это праздник, как всегда. Сколько здесь друзей, которых мы давно не видели, и здесь мы каждый год встречаемся. С каждым годом фестиваль расширяет свою географию. Он уже прошел в Сибирском федеральном округе, где участие приняли 7 регионов. В Приволжском федеральном округе участников регионов уже стало 13. Далее фестиваль пройдет на Дальнем Востоке. Заявлены 9 регионов. И в Краснодарском крае, где охватит 10 регионов. Я люблю народную музыку, баян особенно. За звучание, объемное такое звучание. 10-й год участия в фестивале «Душа баяна» принимают музыканты казачьего ансамбля «Бравые ребята». Они стали лауреатами второй степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». После чего выступили на гала-концерте с песней «Роза белая». Нам очень нравятся, конечно, новые песни здесь услышать, новых людей. Ну и мы тоже с новым репертуаром здесь всегда принимаем участие. «Роза белая», «Вишня белая», «В грейцах расслабятся черные глаза». Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который уже объединил множество творческих единомышленников, завершится в ноябре суперфиналом и большим концертом в Москве. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Весть из Дворянской» напоминает, что вакцина-профилактика гриппа – первоочередное правило сохранения здоровья в осенне-зимний период. Всем известно, что грипп опасен осложнениями. Предупредить болезнь и ее последствия просто. Необходимо своевременно сделать прививку. Сейчас в поликлиниках региона проводится прививочная кампания. Жители приглашают защитить себя и близких с помощью вакцинации. О необходимости диспансеризации напоминает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Работающие граждане могут посетить поликлинику в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Администрация Ленинского района сообщает, что в этом году они подготовили развлекательную программу, посвященную Дню города, не только для взрослых, но и для юных жителей района. С малышами по уже сложившейся традиции собрались в сквере Мичурина, пели, танцевали, играли, грелись на солнышке. В общем, веселились, как и полагается, на празднике. На этом выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok